Большой привет всем! Вы, конечно, будете смеяться, но у нас опять юбилей! Это 20-й выпуск передачи, которая, наверное, всё ещё носит название «Взгляд изнутри», поэтому будем говорить, что это её 20-й выпуск. Сегодня хотел рассказать про игру, в которую недавно тут вдруг сел поиграть. Дюна. Битва древних династий. Планета Арракис, более известная как Дюна. Пустынный мир. Единственное месторождение Спайса. Спайс правит империей. Тот, кто контролирует Дюну, распоряжается Спайсом. Император предложил состязание трём домам. Династия, добывшая больше Спайса, будет править Дюной. В этой борьбе нет ни правил, ни ограничений. Армии прибыли на планету. И теперь три династии сражаются за обладание Дюны. Благородные отреди. Коварные отреди. Безжалостные харккорны. Лишь одна династия станет победителем. Ваша битва за Дюну начинается. Компания Westwood Studios выпустила игру Дюна 2 в 1992 году. С тех пор, в общем, принято считать, что жанр реал-тайм-стратеги, стратегия в реальном времени, пошла, пожалуй, с этой игры. Хотя, на самом деле, конечно, это не так. Реальные стратегии были и до Дюны 2. Ну, даже на ZX Spectrum в принципе были игры, которые можно считать артаресами. Однако Дюна 2 была во многом уникальна. И когда сегодня создается очередной проект стратегии в реальном времени, ну, очень многое то, что там появляется в качестве геймплея, управления, баланса сил, всё это в основном пошло именно от Дюны 2. В Дюне 2 появились такие простые вещи, как управление персонажами мышью. То, к чему мы сейчас привыкли и не мыслим себе реал-тайм-стратегии без такого элемента управления, как выделить юнита и дать ему команду и куда-то его отправить, раньше, в общем, реал-тайм-стратегии не обладали таким функционалом. Правда, был, конечно, и недостаток. В Дюне ещё нельзя было выделять большое количество юнитов и отправлять их в бой или куда-нибудь идти. Выделения просто не было, поэтому каждому юниту команду приходилось давать отдельно. Иногда говорят, что Дюна 2 – это игрализация, можно ли ввести такой термин? Есть экранизация, скажем, есть игрализация. Это игрализация романа Фрэнка Герберта. Ну, это не совсем так. Дело в том, что Дюна 2 и планировалась, и получилась как игрализация, экранизация романа Фрэнка Герберта Дэвидом Линчем. Действительно, на самом деле, игра Дюна 2 написана не по книге, а по фильму. И этот замечательный фильм, снятый Линчем, многие смотрели, но уникальность, в общем, игры в том, что для того, чтобы понять сюжет игры, играть в неё успешно и получать, так сказать, удовольствие в полной мере, смотреть фильм совершенно не обязательно. Кстати, цифра 2 в названии игры Дюна 2, она часто вводила народ в заблуждение. Я помню, в момент, когда игра только-только появилась, в начале 90-х, очень многие говорили, что есть вот Дюна, есть Дюна 2, это почти одна и та же игра, только вот там вот одно, тут немножко другое. Всё это, конечно, ерунда. Сейчас уже практически любой просвещенный геймер прекрасно знает, что игра Дюна действительно была, она не имеет ничего общего с игрой Дюна 2. Просто компания Virgin, которая обладала правами на создание этих самых игр, передала права на создание этих самых игр по фильму Линча двум разным абсолютно независимым программерским организациям. Одна из них была компания Cryo, которая находится во Франции. И она сделала игру про Дюну первой, только это был квест. Она передала его в Virgin, Virgin её опубликовала, продала. И получилось, что игра Дюна – это квест, сделанный во Франции, а чуть позже появившаяся игра от Westwood – это стратегия, сделанная в Америке. Если взглянуть на игру Дюна 2 изнутри, то там можно найти очень много интересных фактов, особенно учитывая, так сказать, ретроспективность моих обзоров, ну, то бишь, не скрою, так сказать, любовь к старым программам, весьма и весьма зависящим от ресурсов того времени. Итак, Дюна 2, она, например, имела такие интересные ограничения, как всего на карте может быть всего 99 зданий. Не только у вас, а вообще у всех. В 9-й миссии иногда это сильно напрягало, потому что если вы воюете против двух домов, а вы там по определению воюете против двух домов, то и дом Атридосов, допустим, и дом Ордосов понастроили себе здание, а вы, такой бедный дом Харконенов, должны развивать свою базу с нуля, и, как правило, вы утыкаетесь в этот лимит, и вам придется развивать свою армию, возможно, без каких-то стратегически важных построек. А потом пойти, напасть на какой-нибудь из домов, уничтожить его здание, и таким образом поиметь себе ресурс для строительства дополнительных зданий. Еще вы имеете право иметь всего 25 боевых юнитов. Ну, в общем, это ограничение на поле битвы дюновского размера большого значения не имеет, их там достаточно, тем более, что и 25-то юнитов, в общем, контролировать, кликая по одному, это, в общем, непросто. Мало кто атакует реально 25 юнитами в этой игре. Но такая возможность была, и ни одним юнитом больше. Иногда это, конечно, напрягает от того, что кнопочка построить без видимых причин не срабатывает, когда вы нажимаете упор на кнопочку построить танк в своем заводе тяжелых машин. Ну вот, оперативная память тех компьютеров была, к сожалению, не резиновой, и поэтому такие ограничения на размеры карт, на количество единиц и так далее, в принципе, накладывались на очину, игры того времени. Взять хотя бы первые The Settlers, они же Surf City. Там размер карты можно было выбирать в зависимости от количества килобайт оперативной памяти, которыми располагает ваш компьютер. Так что ничего особо удивительного в этом нет. Ну, интересный факт еще в том, что, скажем, нападает на вас большое количество техники плюс солдат, вы всех убиваете, пауза, затем опять начинается подобная атака. И так далее, пока не подходит конец миссии практически, ну или, по крайней мере, уже серьезно разыгравшиеся боевые действия. В этом случае любая техника, появляясь, тут же едет к вам, поэтому ближе к концу каждой миссии поток врага в атаку на вашу базу практически не прекращается, если, конечно, у него есть возможность строить эту самую технику. Так вот это происходит потому, что в игре DUNA 2 есть ошибка в ИИ-скриптах, которые отвечают за поведение врага. И из-за этой самой ошибки действия врага под конец миссии становятся такими нелогичными. Но, честно говоря, если бы я не знал этого наверняка, я бы так никогда не подумал, потому что мне кажется, что в принципе он действует достаточно адекватно обстановке, и я бы не сказал, что эти действия каким-то образом облегчают борьбу с ним. Игра DUNA 2 довольно тяжелая, мне кажется. Хотя, конечно, профессионалы, наверное, скажут, что они там у него уже с закрытыми глазами проходят. Ну, молодцы, молодцы. В принципе, в игре достаточно много багов. Например, до версии 1.07 был такой баг, что если вы посылаете пехоту против вражеского Харвестера, то он, конечно, поедет за ней, чтобы ее раздавить, и отъехав достаточно далеко от Спайса, просто перестанет его собирать, и больше не вернется к нему, чем бы ваше сражение не закончилось. А если вы взорвете свой собственный Харвестер, полный до 99%, то из него Спайса вокруг него выпадет в три раза больше, чем он собрал. Ну, это мелочи. Есть вот интересный баг, хороший, качественный. Например, допустим, у вас есть летающий транспорт, ну, стандартные вот эти самолетики, которые носят технику туда-сюда, в том числе они носят технику, если она разбита в бою, на ремонтный завод. Если вы окружите ремонтный завод стенами, например, ну, или чем-то еще, чтобы техника не могла сама выехать из ангара ремонтного завода, принесенная туда с воздуха, то носильщик точно так же, как принес технику, после починки унесет ее в бой. Но тут интересный факт. Больше эту технику вражеские пушки замечать не будут. Такой техникой можно, в принципе, вынести всю базу, хоть одним танком. Только не надо стрелять по вражеским юнитам, потому что если вы выстрелите во вражеский юнит, он вас заметит и начнет стрелять в ответ. Правда, если вы используете таким образом невидимый Соник Танк, то на него это не распространяется, потому что он как бы атакует не сам, а атакует волна, которую он генерирует. В более поздних играх от компании Westwood появились такие персонажи, как инженеры. Их можно было брать, направлять на поврежденное до красного состояния здание, и тогда они его захватывали. Мало кто знает, что в Дюне 2 это тоже можно было сделать. Когда у вас есть вражеское здание, поврежденное до красного состояния, пошлите туда обычного солдата командой Move. И он захватит здание, здание поменяет флаг, и оно станет вашим. Это, правда, не распространяется на дворец, на казармы и на какое-то еще здание, я точно не помню. Но вы можете захватить и сбор двор, и, скажем, тяжмаш завод и так далее. Так что инженеры на самом деле в Дюне 2 были, просто там они так не назывались и ничем не отличались от обычных солдат. Это тоже интересный факт. Есть такой интересный, но малоизвестный факт. Вообще говоря, в Дюне 2 есть, ну, грубо говоря, пять сторон. Ну, это, понятно, три дома, Атридасы, Ордасы, Хараконины, естественно, это Фримены, и, естественно, это Сардукары императорские. Так вот, на самом деле в игре был еще и шестой отряд. Это так называемые mercenaries, наемники. Они нигде не задействованы в игре, в результате, в сценарии они так и не попали. Но если распаковать пакфайл Дюны, то там можно найти и озвучку, и персонажей. Они выглядят по цвету хаки. То есть красные, зеленые, синие, это у нас, соответственно, Хараконины, Ордасы, Атридасы. Затем у нас сиреневые Сардукары. Фримены серые, по-моему, да? Не помню точно. И вот цвета хаки должны были быть эти самые наемники. Но их можно добавить через редактирование ини-конфигурационного файла сценария. И они у вас будут в миссии, пожалуйста, можете на них посмотреть. Но озвучка, она хоть и присутствует в пакфайле, вы ее не услышите, к сожалению. И поэтому будете их убивать. Диктор там ведь обычно как? Ну, скажем, в русской версии фраза, там, вражеский объект уничтожен. Или там, Хараконинский объект уничтожен. Если вы уничтожите этих, вы услышите, объект уничтожен. Так как переменная, к сожалению, не найдет нужный файл. Еще одной интересной особенностью искусственного интеллекта и вообще системы управления в Дюне 2 является такой факт. Вы, например, с помощью обычного 16-ти личного хекс-редактора можете подредактировать свой сейв-файл. И сделать так, что вы на самом деле играете не за Хараконинов, не за Ордосов, не за Атридосов. А играете за Сардукаров, или Фрименов, или даже наемников. И тогда вам откроются некоторые интересные перспективы. Вы, например, сможете вообще опознать, о чем эти, так сказать, расы. И с удивлением обнаружите, что они также имеют возможность строить, например, руку смерти, Десхенд, какая есть у Хараконинов, это ракета дальнего действия, которая, кстати, стреляет очень-очень точно в здание, если вы направите ее пиксель в пиксель прямо в центр этого здания. Проверено на сейве. Так вот, они также могут строить девиаторы, девиаторы Ордосов. Это танки, которые могут делать так, чтобы юниты, принадлежащие, скажем, Хараконинам, были подвластны Ордосам. Они могут создавать этот танк, но они не могут его использовать, потому что он, по определению, делает юниты подвластны Ордосам. Как только, допустим, наемники сделают себе юниты подвластны Ордосам, он тут же их уничтожит, потому что он будет вражеский. Правда, если вы выиграете такую миссию, которую вы отредактировали, то победы не случится, а после того, как миссия будет завершена, дюнэй, естественно, выдаст ошибку, потому что такого по сценарию не может быть. То же самое произойдет, если вы выберете ментата, потому что ментата нет у этих трех ненастоящих рас, поэтому вместо ментата вы тоже получите ошибку. Черви. Гигантские песчаные черви на самом деле, с точки зрения программирования, как бы принадлежат Фрименам. Фримены по сценарию являются союзниками Атридосов, поэтому Атридосы никогда не стреляют по червю сами, хотя теоретически он их все равно ест. И если вы будете играть за Фрименов, то у вас, в принципе, может оказаться подконтрольный песчаный червь, но он все равно будет есть ваши юниты. Кстати, песчаный червь не бездонная бочка. Он может в зависимости от версии вашего релиза игры съесть максимум или 3, или 4 юнита, после этого он просто исчезает. Я, честно говоря, до того, как начал готовиться к этому обзору, об этом не знал. Всегда убегал от червя, хотя, казалось бы, можно ведь просто скормить ему 3-4 мотоцикла, которые не жалко, и он от тебя отстанет. Это интересный факт, возьму на заметку, потому что одно уж точно верно. Я буду проходить Дюну 2, от начала до конца еще не один раз. И, кстати, квест Дюна, в принципе, получился ничего. Графика на уровне, я в него играл, но квесты того времени, честно говоря, радуют меня не сильно, хотя я большой поклонник квестов. Нет, ну исключение составляют, конечно, Ларри там и прочие замечательные игры под ДОС. Но, тем не менее, не очень мне понравилась игра Дюна, а вот Дюна 2 понравилась мне и еще миллионам геймеров по всему миру. Поэтому никто уже практически не помнит, что там за игра Дюна, зато практически все помнят, что такое Дюна 2 и ее наследие. Я имею в виду, конечно, вестудовские хиты Command & Conquer и Red Alert. Субтитры сделал DimaTorzok Дюна 2